Ольга Яроваев, Дергачевское отделение госземагентства, идёт уже в четвёртый раз. На этот раз с видеокамерой и журналистами. Говорит, в прошлый раз её здесь избили, причём лично начальник управления. Он тащил меня по коридору сюда, вытащил, потом обратно, в обратном направлении, не отпускаю, не выпускаю, просто болок, значит, обратно по коридору, и всё это происходило в этом коридоре. Всё это произошло 30 мая. Ольга вспоминает, в который раз пришла получить долгожданную выписку из земельного кадастра на участок. Документы, говорит, собрала все, что требовали, и даже больше. Написала заявление и ждала его назад с отметкой и реквизитами. Пять часов ожидания, и Ольге предложили прийти в сентябре. Мол, в отделении много работы и длинные очереди. При этом на табло, вывешенном в холле, цифры, принятых к работе и обрабатываемых дел, не менялся в течение нескольких часов. Ноль. Ольга потребовала объяснения от сотрудников. Объясниться вызвался Станислав Халин, он же начальник отделения. Он разбил мне губы, локти, полностью руки в синяках все были, шею расцарапал часами. Это все было ужасно. На протяжении 30 минут все это наблюдали. Начальника на месте не оказалось. Болен, говорят сотрудники отделения. Один из них представляется юристом и уверяет, Яровая все перекрутила. На самом деле она сама набросилась на начальника. Она самовольно отбросила вот эту стойку. Лампа до сих пор открыта. Лампа, тем самым разбив лампу, она упала. Здесь была прикреплена онлайн-камера, тем самым повредив имущество, которое принадлежит делу. Также прибежала в приемную и начала требовать, чтобы ее приняли. Яровой вежливо предложили вернуться за стойку и ждать своей очереди, уверяет Трегуб. Однако она не унималась, пришлось вызвать милицию. Гражданка, она держала начальника за грудки и кричала, что ее насилуют, избивают. В средней тяжести наносят повреждения, тяжкие. Станислав Халин, он не избивал? Нет, нет. Я такого не видел. Приехавшая по вызову милиция приняла заявление от обеих сторон. Яровая и Халин винили друг друга в избиении. На данный момент дело принято к производству по факту инцидента. В госземагентстве сотрудников будто подменили. В присутствии камеры заявления с реквизитами выдали без каких-либо проволочек в течение минуты. Вы оплачиваете счет на 53 и возвращаете все вместе. Это документы, которые вы хотели получить, да? Да, которые никто мне не отдавал ни в течение пяти часов, ни по письменному запросу. В чем же проблема и в чем причина задержки, которая могла затянуться до осени, сотрудники поясняют. Вот Ольге Сергеевне. Выписан был счет. Выключен свет. Милиции объясняли. Квитанцию распечатать не могла. Посетители тем временем жалуются. Правда, не на камеру. Боятся попасть в опалу. Творится здесь полная неразбериха и волокита с документами. В очереди люди записываются за несколько месяцев вперед. За раз решить вопрос не удается. Приходится ходить чуть ли не годами. Реквизиты, которые должны быть на видном месте, отсутствуют. В госземагентстве говорят, компьютерная программа дает сбои. Обрабатывать одно дело приходится часами. На часах почти полдень. А электронное табло тем временем показывает – сотрудники бездельничают. Ноль принято, ноль в работе. До 12 часов сейчас получается принято ноль и в работе ноль. Нет, работа сдаётся, но наше программное обеспечение не совсем налажено. И бывает сбои. Нужно перезабрить сервер, потому что работу регистрация сейчас обрабатывает. Яровая тем временем, оплатив квитанции, пришла получить выписку из земельного кадастра на участок. Это завершающий этап всего процесса. К концу дня документ она всё же получила. Однако в нём оказались ошибки. Татьяна Датсяк, Владимир Борох, агентство телевидения новости.